Суд Монако отказал России в экстрадиции бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Биджао. Об этом сообщает Слон со ссылкой на судебные органы княжества. Причина плохое здоровье. Суд также постановил, что Биджамо свободен в передвижении. Россия объявила банкира в международный розыск из-за дела Внешпромбанка. Я напоминаю, в марте организацию признали банкротом, а ДРУ в ее бюджете оценили в 210 миллиардов рублей. В банке сгорели деньги от Транснефти, Олимпийского комитета России, Русской половорославной церкви. А еще президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, жены министра обороны Сергея Шойгу, супруги Дмитрия Казака и нескольких депутатов Государственной думы. С Жуковым к Биджамому связывают и рабочие отношения. Банкир возглавлял федерацию Бобслея России и даже получил награду за подготовку к играм в Сочи из рук президента. В Монако Биджамова обнаружили после того, как по подозрению в мошенничестве задержали президента Внешпромбанка Ларису Маркус. Полиция княжества задержала банкира, но потом отпустила под залог. По информации СМИ, обычно Монако соглашается экстрадировать россиян, но, как замечают источники РБК, финальное слово в этих вопросах у князя Альберта II. А он, как и Биджамов, любит Бобслей. Впрочем, юрист, который занимается делами об экстрадиции россиян из Монако и Франции в интервью телеканала РБК, заявил, что монарк точно не участвовал в этом деле и назвал наиболее вероятную причину отказа в экстрадиции. Ни в коем случае князь Монако не мог и не будет никогда участвовать в вершении правосудия. Безусловно, в вопросах экстрадиции за ним остается всегда, так же, как и за премьер-министром Франции, последнее слово. Но это последнее слово он может использовать или не использовать только по завершению всех судебных процессов на всех уровнях. Практика показывает, и наш опыт работы показывает достаточно низкий интеллектуальный уровень представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации при предоставлении документов во французские суды. Говоря французские, я предполагаю, подразумеваю, что французское и монархское правосудие, они очень близки и де-факто взаимосвязаны. Сейчас, по информации Форбс, беглый банкир находится в Лондоне. По мнению юриста Кирилла Бельского, если эта информация подтвердится, Биджамов не сможет полностью избежать правосудия.